Реальность На зеленой зоне крест Я даже начала уже писать проект этот, да, собственно его одобрили и в мэрии, отдел строительства и посудозащита тоже прошло одобрение, но когда естественно я узнала, что тут возобновилась стройка, все мы отложили Что больше волнует муниципалов, зеленые легкие или зеленые бумажки? Единым фронтом против мусора Отношение людей, живущих в частном секторе, в большинстве случаев такое, что мы за мусор не обязаны платить, это либо мусор люди сжигают, это нарушение закона и норм предохранных и санитарных Да, в многоквартирных домах у нас люди получают в платежках на вывоз мусора, соответственно в большинстве многоквартирных домов проблема у нас решена и мусор вывозится Ульяновцы никак не определятся, как им комфортнее в чистоте или помоях Известно, когда закончат, неясно, когда начнут 17 мая город еще ждет начало капитального ремонта дорог Пока на паспортах объекта начало строительства не обозначено Известна дата окончания строительства Будем надеяться, что обещание власти, что ремонт начнется уже завтра, будет выполнено, иначе эту дату придется сдвигать Удастся ли победить дорожные дыры в этом году? Битва за деревья и против них С 2008 года в Ульяновской области проводится акция «Посади и вырасти свое дерево» Она призвана повысить уровень экологической культуры населения, благоустроить и озеленить парки, скверы, улицы и дворы Кстати, она же предусматривала снос старых тополей в центральной части города с заменой их на липы Не такие ломкие, не так агрессивно цветущие Но и липы, как оказалось, необходимо частично сносить, частично обрезать Соответствующее решение есть по улице с паской И чем дальше от центральной части города и кабинетов высоких чиновников, тем сложнее и непонятнее Мы за чистоту, уют и безопасность? Или все-таки против? Уникальные ситуации складываются в Ульяновске В одном месте жители стеной стоят против бизнесменов, вознамерившихся променять зеленые легкие города на прибыльный торговый объект В другом умоляют администрацию спасти их от буквально нависающей угрозы С начала мая зеленая зона у дома номер 4 по улице Варейкиса заметно поредела За пару дней жители ТОС «Надежда» не досчитались почти 30 деревьев Тополя, пара вязов, липы, берез помешали частным предпринимателям Которые, по словам жильцов, решили построить здесь, прямо под окнами дома, торговый центр Это, кстати, уже вторая попытка С застройкой в зеленой зоне ТОСовцы начали бороться еще в 2012-м Начиная с 2012 года, тут планировалось строительство какого-то торгового центра В то время мы также собрались, отстояли вопрос от 2012-2013 года Писали мы во все инстанции города, в том числе и губернаторы, и президенты выходили Где нам дали разрешение или не разрешение, а что это строительство отменилось По указу регионального министра строительства, соответствующий документ с подписью у инициативной группы ТОСа имеется Стройку действительно запретили Жильцы продолжали приводить в порядок территорию вокруг домов номер 2 и 4 Благоустраивать площадки Дошла очередь и до этой зеленой зоны Она хорошая территория, хорошая тут рощица Планировали, во-первых, и оградить ее, и установить тоже какие-то малые формы Уходные дорожки привязать к инвалидам Потому что в доме у нас инвалиды живут слепые И здесь вот рядышком через дорогу предприятий слепых Я даже начала уже писать проект этот, да Собственно, его одобрили и в мэрии, отдел строительства, и по соцзащите тоже прошло одобрение Но когда, естественно, я узнала, что тут возобновилась стройка, все мы отложили В администрации разводят руками Разрешение на спил деревьев у предпринимателей есть А в 2015-м были внесены изменения в государственный кадастр недвижимости Которые и дают разрешение на использование этой площадки для размещения объектов торговли Но жители намерены бороться за зеленую зону и каждое дерево И уже направили письмо губернатору области Не все деревья одинаково полезны И если для жителей одних домов это защита от шума, грязи, пыли с дороги И их элементарный кислород То для других эти деревья могут создавать реальную угрозу для жизни Могучее снаружи, трухлявое внутри Дерево, которое стоит неподалеку от дома номер 36 по улице Кирова В окружении киосков и магазинов и около пешеходной зоны Многие жители микрорайона стараются обходить стороной В ветреную погоду с его кроной сыплются ветки А люди с опаской ждут, что рухнет и сам ствол Огромный тополь экологи признали аварийным Но сносить не собираются Аварийным признали И Попова говорит, кому выдать разрешение на срезку этого дерева Хозяина не нашлось Потому что находится оно в серой зоне Оно не принадлежит ни к одному дому И в то же время далеко от центральной улицы И, дескать, это зона серая, это не наша Там еще был представитель По благоустройству Значит, она тоже посмотрела Да, дерево аварийное, но у нас в плане сноса этого дерева нет Выходит, раз нету дерева хозяина То и ответственность в случае ЧП нести будет некому Впрочем, старый тополь все-таки пообещали Поставить в план на следующий год А пока будьте внимательны и осторожны, проходя мимо Екатерина Мазуряк, Олег Тоньшин, репортер 73 Что может объединять Дачно-шашлычный и весенний-летний сезон Леса, овраги, реки и даже жилые районы Что в городе, что в области Свалки, конца и края, которым нет Годы экологии в России уже пятый месяц А мусора от этого меньше не становится Хотя и положительных моментов не меньше Что изменилось за это время С несанкционированными свалками в Ульяновске Тема продолжит Анжела Забашта Весенний-летний сезон просто одаривает город И область несанкционированными свалками Год экологии идет Общественники и волонтеры работают Прокуратура направляет иски Но грязь появляется снова Не проходит и двух недель Публикуются все новые сообщения о горе мусора Появляющиеся то здесь, то там Например, областные свалки В селе Старое Еремкино В Никольском на Черемшане По дороге в Майну или в черте города На улице Шевченко В центре железнодорожного района В переулке Мира И это далеко не весь список Появившийся за последние недели Но территориально мусорки разбросаны Не только посреди городских улиц Или вдали от любопытных глаз На обочинах областных дорог Позади Моришкиного родника Который находится на минуту Под региональной охраной Уже который год процветает Настоящая несанкционированная свалка Созданная заботливыми о чистоте Своего места обитания Жителями частного сектора Можно много делать и говорить О том, что наш город станет чище Но пока люди с себя не начнут Что-то менять, ничего не изменится Вот пример этой свалки Это улица Федерации Можно сказать Пойма реки Семвирка Есть у нас такая река И вот этот мусор образован буквально за полгода Буквально полгода назад Здесь все подчищали Проводили субботники Вывозили мусор Но стоило убрать Как за несколько месяцев Свалка вновь приросла к этой территории Весомость проблемы исчислялась буквально тоннами Отношение людей, живущих в частном секторе В большинстве случаев такое Что мы за мусор не обязаны Платить это либо мусор люди сжигают Это нарушение закона И норм предохранных и санитарных Да, в многоквартирных домах У нас люди получают в платежках На вывоз мусора Соответственно, в большинстве многоквартирных домов Проблема у нас решена И мусор вывозится По дороге в частный сектор Позади Моришкиного родника Открывается такая картина Помойка в реке, в овраге в кустах От всего этого дома Огорожены заборами За которыми муниципальная земля А значит и муниципальные трудности Семь из которых муниципалитет Поборол в минувшем году В этом году С начала 2017 года Соответственно Ликвидированы две свалки По улице Урожайной Это на поселке Опытное поле И в поселке Мостовая По переулку Калиновый В данный момент идет ликвидация свалки По переулку Брюханово Дом 20 То есть частично эта работа уже выполнена Но она продолжается В целом же на полигон На сегодняшний день Городом вывезено более полутора тысяч Кубических метров Твердых бытовых отходов А вот другие данные Предоставлены и надзорными органами За последние полтора года Прокуратурой Ульяновской области Пресечено более 600 правонарушений Связанных с выбросом мусора Ленинский отдел, например Сегодня занимается мусорным домом Позади центрального рынка Который расположился во враге За трамвайной остановкой И не только ей Ленинским районным судом Удовлетворены три исковых заявления По требованию прокуратуры Ликвидировать свалки На территории земельного участка Возле старого городского кладбища По улице Старосвиярский пригород В переулке комиссара Иванова И по улице Новосвиярский пригород В настоящее время Прокуратурой района Проводится работа Еще по нескольким участкам Но вернемся к виновникам торжества К жителям, которые любят идти Против природоохранного законодательства Создавая мусорные кучи Уленовская общественность Видит разрешение этого вопроса В частности, через создание Регионального оператора У которого за каждой территорией Будет закреплен ответственный Однако и в этом случае Оставшись безответственными Граждане запросто завалят отходами Любую территорию И любую природоохранную инициативу В конечном итоге Именно нам выбирать Жить в чистоте или помоях Анжела Забашта, Олег Тоньшин Репортер 73 Капитальный ремонт О котором так долго рассказывали Еще не начался Зато на всех объектах Уже размещены паспорта С датой окончания ремонта Видимо, дорожные строители уверены Когда бы ни начали Закончат они его точно 30 сентября 2017 года Павел Половов В традиционной рубрике Вот эта дыра Уточняет нюансы И выясняет На чем основана Столь однозначная позиция дорожников Счет уже пошел на дни Если в начале апреля Нам рассказывали В основном о тысячах Квадратных метров асфальта Которые вот-вот уложат То теперь говорят О датах начала Тех масштабных ремонтов В которых так нуждаются Улицы Ульяновска Торги, как мы знаем, уже проведены Договоры почти заключены Техника готова Но капиталка начнется только завтра Однако пока сомнения в этом есть Недаром же при известном И указанном в паспортах Объекта в сроке 30 сентября 2017 года Сроки начала никак не проставят Работа мы ожидаем Что начнутся уже на этой неделе В принципе, сегодня мы с Ульяновской транстроем Уже подписываем контракт Банковскую гарантию нам сбросили Мы все проверили Все соответствует Требуем График тоже сейчас прицепляем И сегодня мы планируем Разключить контракт Соответственно, они могут Завтра начать работать По рабочему графику Мы с ними проговаривали В настоящее время УТС выполняет работу На президентском мосту И где-то с 23-24 мая Они планируют зайти На проспект Нариманово Несмотря на то, что сроки работ еще не указаны Они кое-где уже ведутся На улице Шевченко Все готово к замене бордюрного камня Выставлены знаки дорожных работ Вообще на всех объектах чувствуется Что подготовка к ремонту проведена основательно Кроме прочего На участках ремонта устанавливают камеры Чтобы в режиме онлайн Каждый желающий мог посмотреть Как ремонтируется та или иная улица Сейчас у нас завершается тестирование Компания устанавливает нам камеры Видеонаблюдение Сейчас уже первая камера у нас работает В тестовом варианте Мы сейчас все это проверяем Дополнительные участки делаем И на сайте администрации города Ульяновска Будет выложена ссылка Дережители могут в онлайн в эфире наблюдать На следующей неделе первые камеры будут работать И уже можно будет смотреть по участкам На улице Шевченко работы уже будто бы начаты Удален бордюрный камень Раскопаны ямы Выставлены знаки Но это еще не ремонт Это всего лишь подготовка к нему Сейчас предварительные работы начали По Шевченко мы рассматриваем Там сейчас грунтовые воды идут Ищем причину Откуда что там Почему это происходило Сначала мы думали Что это какая-то утечка Колодца Обследовали Сейчас это показывает Что грунтовые воды Будем решать Что дело в сути Шевченко До окончания ремонта Осталось 4 месяца и 13 дней Много это или мало Пока непонятно Все зависит от расторопности Квалификации дорожников 628 тысяч квадратных метров Полотна общей протяженностью 41 километр Задача немалая Хватит ли техники Материалов рабочих Пока лишь известно Что деньги на все это есть 17 мая город еще ждет Начало капитального ремонта дорог Пока на паспортах объекта Начало строительства не обозначено Известна дата окончания строительства Будем надеяться Что обещание власти Что ремонт начнется уже завтра Будет выполнено Иначе эту дату придется сдвигать Отопление могут вернуть по заявке В Ульяновске ожидается очередное похолодание В связи с чем Энергетики подготовили для горожан Небольшой теплый сюрприз Подачу тепловой энергии в жилые дома И объекты социальной сферы Могут возобновить после принципиального решения Большинства жителей жилого дома Или дирекции учреждения Сообщить о котором в последнюю инстанцию Должна управляющая компания И далее коротко о других важных событиях Из жизни региона Кладбищенский спор Часть выездов на Северное кладбище Больше известная как Ишевская гора Оказались перекрыты бетонными блоками Об этом в социальных сетях сообщили Сразу несколько жителей города По мнению ульяновцев это явно сделано С прицелом на будущее Якобы вскоре администрация Муниципального бюджетного учреждения Вполне может сделать въезд платным А блоки установлены для минимизации затрат Один въезд, один сборщик дани В свою очередь Кладбищенское руководство заявило Принятые меры попытка пресечь Участившиеся случаи демонтажа И вывоза оград, крестов и надгробий А также ввоз и складирование На местах погребения строительного Промышленного и бытового мусора Кроме того, теперь существует Даже официальная схема движения Для транспорта по проездам На территории комплекса захоронений Никакой платы за въезд Выезд с территории не предусмотрено И предусматриваться не будет Ильичей пересчитали После кропотливой работы Сотрудников управления по охране Объектов культурного наследия региона Выяснилось В области насчитывается 88 монументов Ленину Подавляющее большинство Особой культурной ценности Из себя не представляют Но вот два в Ульяновске На площади имени вождя И в селе Никитина Сурского района Могут похвастаться Федеральным и районным Особо охраняемым статусом Соответственно Чаще всего гипсовый, железобетонный, Гранитный или бронзовый Ленин Стоит В разных позах Иногда в кепке, иногда без Простирая руку Указывая путь Светлое будущее При этом больше всего Владимир Ильича В Сурском, Барышском, Новоспасском, Индинском И Маинском районах Фактов утраты памятников Ленину в регионе Не зафиксировано Все они находятся Как минимум В удовлетворительном состоянии Пять гектаров леса Из земель лесного фонда В районе парка Прибрежный В Ульяновске Неожиданно обнесли заборы Снявшие видео Неравнодушные горожане Сообщают, что Рабочие, занимавшиеся Монтажом секции Утверждали В итоге ограда Протянется еще дальше И спустится практически К самой Волге Никакой официальной информации Положенной при строительстве И возведению новых объектов На заборе не имеется Что открывает простор Для домыслов и слухов Кстати, не так давно В Прибрежном Случалось нечто подобное Часть парка Отгородили под летний кемпинг Однако масштабы Этих ограждений Несопоставимы Кроме того Как выяснилось К парку Огороженная земля Отношения не имеет 16 мая В столице Татарстана Обсуждали меры По профилактике терроризма И экстремизма А также вопросы Противодействия Незаконной миграции В Казани состоялось Совместное выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева И полномочного представителя президента В Приволжском федеральном округе Михаила Бабича С руководителями регионов ПФО В числе которых Был и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Открывая совещание Полпред главы нашего государства В Приволжском федеральном округе Михаил Бабич отметил Что в регионах ПФО Сформировано и устойчиво функционирует Система профилактики Экстремистских и террористических проявлений Проводится мониторинг Межнациональной и межконфессиональной обстановки Выработаны алгоритмы мер реагирования На ее изменения Проблемы гарантированной защищенности населения Мест массового пребывания людей И объектов инфраструктуры регионов округа Должны стать предметом первоочередного внимания И объективной оценки Антитеррористических комиссий всех уровней И соответственно всех должностных лиц Кто участвует в этой работе Особую актуальность Эта работа принимает На территории регионов нашего округа Накануне проведения Кубка Конфедерации Чемпионата мира по футболу И большого избирательного политического цикла Который по сути дела уже начался И будет завершаться в 2018 году Выборами президента Российской Федерации Одной из серьезных проблем Михаил Бабич назвал возрастающей угрозой Которая исходит от международных радикальных организаций Чьи формы и тактика ведения террористической деятельности Постоянно трансформируются В числе способов противодействия им А также лицам Спекулирующим на межнациональных и межконфессиональных отношениях По мнению Полпреда Является профилактическая работа Принятие мер по получению на всех уровнях Упреждающей, достоверной Представляющей интерес информации И своевременной нейтрализации угроз безопасности В настоящее время в округе наблюдается рост преступлений террористической и экстремистской направленности Сохраняется пропагандистская и вербовочная активность международных террористических и экстремистских организаций Преследующих цели увеличить число своих последователей Расшатать межнациональное согласие И обострить межнациональные и религиозные противоречия Для этого различными способами В том числе с использованием иностранных некоммерческих организаций В сети интернет Ведется настойчивая идеологическая обработка населения В первую очередь Ей подвергается молодое поколение Не имеющее жизненного опыта и мудрости Секретарь Совета безопасности России Отметил важность усиления разъяснительной работы С представителями национальных диаспор С иностранными гражданами и их работодателями О требованиях российского миграционного законодательства И ответственности за его нарушения Участники совещания обсудили меры Направленные на выявление членов Международных террористических организаций Использующих миграционные каналы Для легализации И формирования ячеек своих сторонников На территории Приволжского федерального округа Алексей Матюнин, репортер 73 МВД и Ветнадзор включились в борьбу с браконьерской рыбой В городе прошел первый рейд операции Путина И уже есть первые протоколы Чем стращают ловцов и продавцов Незаконно добытых водных биоресурсов В нашем следующем материале Правоохранители проверили документы У владельцев торговых павильонов В Заволжье Провели профилактические беседы По соблюдению действующего законодательства Но беседами дело не ограничилось Изъято 50 килограммов рыбы Составлено 3 административных протокола По статье 10.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации Санкции, которые предусматривают наказание В виде штрафа от 500 до 1000 рублей Для хозяина этот штраф, очевидно, небольшой Но для продавца весьма ощутимый Изъят товар Вот что должно удержать хозяина От реализации его в будущем Ведь и поставщику надо заплатить Сама же рыба не будет гастрономических желаний Грязные ящики, остатки рыболовных сетей Тина, покрывающие судаков, лещей, сазанов Скорее отвращает, чем привлекает Сотрудники ветнодзора уверены Такой продукт опасен Сазан Лещ На этом месте каждый день стоят торговцы браконьерской рыбой Сегодня их нет Наверное, потому что по городу идет операция Путина Сотрудники МВД вместе с сотрудниками рыбнодзора и ветнодзора Контролируют торговые точки Изымают рыбу, составляют протоколы Система оповещения на воде работает безотказно Как говорят инспекторы рыбоохраны Что-то подобное действует и здесь Достаточно было полиции пройтись по Заволжью Как сразу же в центре города стали дефицитом икрины, и сазаны, и лещи Каждый, кто тратит бензин, незаконно забрасывая сети В период нерестового запрета должен понимать Выловленную рыбу продать не удастся Павел Половов, Олег Тоньшин, репортер 73 И в завершении выпуска о спорте В Анапе проходит первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет В котором ульяновские спортсмены достойно представляют свой регион Например, Антон Дворкин открывал выступление нашей делегации И в первом предварительном бою одержал уверенную победу над соперником из Омской области В весовой категории 43 килограмма Правда, этот почин не смог поддержать представитель клуба «Спарта» Андрей Бронский Он выступал в категории свыше 76 килограммов Судьи определили, что победителем в поединке стал боксер из Крыма О том, как в Краснодарском крае выступают остальные наши спортсмены Станет известно чуть позже Соревнования продлятся до 21 мая Тем временем в Ульяновске проходит традиционный уже девятый по счету боксерский турнир Посвященный памяти ОМОНовца Дмитрия Милюдина И всех военнослужащих, погибших на Северном Кавказе Пока зрители слушали песню и настраивались на особенный лад Спортсмены в активной разминке готовились сразиться за призы Традиционного уже девятого турнира памяти нашего земляка Командира оперативного взвода ОМОН Дмитрия Милюдина В нынешнем турнире, который принимает небольшой, можно сказать, камерный зал спортивного комплекса «Волга» на нижней террасе Ульяновска Участвует 150 юных боксеров из Пензенской и Саратовской областей Из Татарстана и Республики Чувашия И, конечно, представители ульяновских клубов Этот турнир подтверждает воспитание, патриотическое воспитание молодежи Чтобы молодежи знали своих героев нашего региона Что люди готовились, нужным детям готовятся сегодня в защите нашего Отечества Герой региона Дмитрий Милюдин погиб в своей последней, восьмой командировке в Чечню Он тоже когда-то занимался боксом, был активным поборником здорового образа жизни Отличался стойким характером и лидерскими качествами Сегодняшние мальчишки должны иметь перед собой пример реальных героев Без виртуальной мишуры и ярких вспышек компьютерных войн Боевые товарищи решили организовать Кубок памяти Дмитрия Милюдина И тем самым почтить память не только своего друга, но и всех ульяновцев, погибших за Родину Победители нынешнего турнира будут определены 17 мая Алексей Матюнин, Александр Кудряшов, репортер 73 Эрозия, инфекции, боль, бесплодие Только сейчас прием гинеколога всего 650 рублей УЗИ в подарок 44-69-69 С-класс клиник Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне Цветы и штучки Карла Маркса 17 Где живет красота Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды, а также лояльные цены Все это бассейн Буревестник 6 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем Улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему Телефон для справок 440285 Буревестник Быть первым, быть лучшим Левушкино студио Стиль, актуальность, креатив Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день Или запоминающийся для торжественных событий Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек Тематические дни для любимых клиентов В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки А также моделирование и окрашивание бровей, маникюр Левушкино студио меняет образ и дарит радость Улица Пушкинская, 4А Телефон 700949 Напоминаем, на сайте нашего телеканала продолжается голосование за участников конкурса «Я люблю» Оно продлится до конца мая Победитель получит приз в поездку в Архангельскую Слободу Заходите на сайт reporter73.tv Поддержите понравившихся участников И в завершении важная информация от reporter73 Запомните телефон рекламного отдела 304173 Здесь есть все от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки Звоните 304173 и вы в эфире И это все на сегодня Делайте новости вместе с нами Звоните 304073 Читайте и смотрите Реальность сама складывает картину дня